вроде всех назвал в атаке локомотив вот шанс как такое не забивать так что эта игра решающая по техническим таким моментом до накладкам соревнований мы этот матч на ю тубе не стали транслировать плюс ой-ой-ой перекладина вот это удар вот это в эту коробочку здесь все готовится у нас к награждению уже а вот награждению кого в это еще вопрос пока или рабочая система или локомотив что угловой локомотив разыгрывает больше владеет мечом локомотив где-то 60 на 40 здесь плюс отсутствие донатов вот это вот сказалось поэтому матч этот мы транслируем записи но тем не менее все равно игру вы увидите вот атака у локомотива таврия заявилась на летний чемпионат может быть далеко не у сайдером была бы там таврия может быть этот зимний сезон как раз удар а сумасшествие какое-то гол 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 таврия ой-ой-ой-ой-ой забил александр матыненко забива турниром на красной звезде манежи то я конечно и прямой бы эфир организовал а это что и что первый тайм у нас завершается 1-0 пока таврия впереди обзора обязательно будет вот этой шикарной игры ну что будет ли удар здесь да удар поворотом но там у микрофона валерий амич по-прежнему и мы наблюдаем за вот это исторической игрой кто знает может быть таврия которая вот так долго что до последнего месяца смотрите таврия дальний удар наносит еще удар ван милецкий справляется ох 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 вот это падение здесь что штрафной зарабатывает лаковать смотрим свисток дает арбитр разбег удар ой стакал забивает локомотив богдан панкрашов забивает 1 1 продолжает таврия атаковать пока до удара дело не доходит может быть кто-то решится все-таки подача опасно очень опасно ворот локомотива дальний удар еще до удара опять не доходит там дело в ногах застревает милецкий справляется тащит иван милецкий ох герой локомотива иван бога его иван бога подача снова в руки забирает он милецкий там можно полежать там можно представить что же лето началось так позагорать руки я думаю что в рабочие системы где-то здесь да возможно они так переживали за таврию намотивировали как ты вот тот я хотел сказать уже что 21 все становится счет не стал 21 у локомотива был самый вид поле расположены напоминает турнир компании уши когда от момента локомотива там на о какой момент там удар головой у локомотива получает право локомотив на стандартный штрафной опасный достаточно тут и подать можно отсюда прострел низом удар а добить никто там не добивает вот сейчас еще момент еще удар никита каширцев отличился но так и болельщики могут у нас принять участие в трансляции завершается ваш 2-1 локомотив побеждает локомотив чемпион вполне заслуга уважаемые представители хотим поздравить команду рабочей системы занявшей второе место в зимнем первенстве подойдите пожалуйста третье место нас напомню заняла команда тресвом 2 место рабочие системы ну дожди что-то не получилось замерз фотоаппарат у тебя работает видео это видео телефон турецкий вот он заветный кубок сейчас локомотив первое место локомотив чемпион друзья локомотив вот он красавец кубок это медальки чемпионство ну конечно александр мирович здесь отправляется за наградой ну что и хотелось бы наградить лучшего бомбардира по второй группе чайка николай николай чайка здесь получает свою награду лучший бомбардир нашего чемпионата ну вот оно фото на память заветное локомотив давно ничего не выигрывал серьезно и вот она победа вот оно чемпионство зимнего первенства пенальти рэп чемпионат омской области локомотив лучший клуб зимнего сезона богдан банкрошов автор самого красивого пожалуй чемпионского голос сегодня богдан поздравляем какие эмоции настроение большое спасибо эмоции только положительные в принципе мы ожидали что мы победим может недооценили маленькой соперника из-за этого не получалось нам на протяжении минут 60 забить гол и по ходу игры проигрывать 1-0 как бы мы катали мяч буквально по линии не могли завершить до конца момент а здесь выпала возможность как бы со штрафного под удобную мне ногу я воспользовался возможность предел все правильно и второй гом это также забили я прострелил со штрафного и подставили там ногу забили вон самый запоминающийся матч вот из этих семи самый запоминающийся ну наверно когда с нефтяником удалили удалили у нас вратаря и мы заканчивали без вратаря вот это понимать запомнился локомотив всего три мяча пропустил за 7 игр за счет чего такая грамотная игра в обороне ну во первых у нас вратари очень на хорошем уровне которые способны отражать мячину но вниз некоторых играх они мячи даже до них не долетали вот я знаю как у вани собой первого нашего вратаря мячи даже порой даже не доходили до ворот на протяжении оборона хороший на летний сезон какой настрой будет да ну пока не будем заглядывать далеко посмотрим я думаю у нас теперь цель ну только первое место отмечать будете поздравляем спасибо александр мирович гвинта рядом со мной александр мирович с победой поздравляем какие эмоции ну какие эмоции конечно мы рады что вы выиграли но игра была настолько тяжелая что прям даже вот наверное и думать я не мог что так получится играли хорошо идти и соперник играл здорово но мы не забили столько моментов первые там 20 минут что уже можно заканчивать уже в первом периоде но какое-то фатальное невезение и соперник хорошо оборонялся атаку и нанес такой отличный удар и один ной поигрывали ну и поговорили все нормально как бы не паниковать потому что мы играли атаковали давление было и поэтому наши стали ошибаться и мы тревожно было после первого тайма ну как сказать было конечно тревога но все равно не покидал уверенность что мы забьем ну по крайней мере что мы забьем один мяч это я был уверен был уверен что один мяч но мы еще и выиграли прошлом сезоне уступили 3 5 авиатор вот немножечко не хватило до чемпионства зимнего сезона почему от локомотив так хорошо проводит зимний сезон и в летнем где-то вот чего-то не хватает вот как-то вы вы знаете тут если тут это копаться в этом деле можно долго говорить а самое простое это человеческий фактор потому что люди отпускают люди работают просто порой не приходят на игру и тут ничего не поделаешь это не профессиональная команда это надо понимать поэтому очень сложно собрать и если бы все приходили как которые должны быть конечно совсем другое а когда 11 человек приходит через каждую игру очень сложно дальнейшие планы у команды когда ближайшая игра у локомотивов сейчас отдыхаем наверное в апреле может быть какие-то товарищи игры уже начнем играть там уже близ турнира там в прошлом сезоне с нефтяником проводили товарищеский матч на стадионе сибирский нефтяник может быть и в этом будет что невозможно хороший стадион поэтому у нас нет своего поля поэтому это беда что поделаешь что есть спасибо большое отмечать будете обязательно спасибо хорошего вечера